Хорошенько почистить вельвет. Сейчас Стас покажет, эта машина намного-намного легче, намного удобнее. Шлифовал квадраты, прямо по квадратам. Покажем, как мы делаем углы. Не совсем такая очевидная вещь, не совсем очевидное преимущество, но у нового барабана, у нового барабана, так же, как и на маленькую машинку, здесь все волоски разной длины. Чем хорошо? Пока он новый, вы можете, вот, Паша левой ногой сидит на доске профиль вельвет. То есть вы можете, в принципе, таким барабаном, пока он относительно новый, хорошенько почистить вельвет. У вас длинный волосок по ложбине пойдет, короткий волосок по верху. А если посильнее приезжать, чтобы одинаковый инвалид? Нет, до конца нет. Нет, спасибо. Да, да, до конца нет. Но я не знаю, через какое количество квадратных, там, сотен квадратных метров все волоски и здесь тоже сравняются. То есть он работает, пока он новый. Но работает нормально. Я сам пробовал, сам тестировал. И опять же, обратите внимание, чтобы там не было саморезов. Иначе это фатально сразу для рабочего барабана, да. Сейчас, Стас, покажет, эта машина намного-намного легче, намного удобнее. И дороже. Но ее также можно взять в аренду. Хочется им по поводу. Очень легко. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Все зависит от того, как нужно пройти. Быстрее проходим, а снимает меньше, медленнее проходим, больше нажимаешь, но дальше уже некуда нажимать. То есть, получается, ты ее можешь еще и поднадавить своим поднятием, здесь у нее это и есть рабочее состояние. Ну вот она уже третий раз, и уже прям такой вообще хороший. Взяли очень сложный рисунок здесь. То есть, очень сложный рисунок, если рисунок разбежка или квадраты, то более-менее все предсказуемо. На квадратах все просто, здесь не получится показать. Мы делаем, вот как я помню, как в 98 году я начал работать на ISO, шлифовал квадраты, прямо по квадратам шлифовал. Вот здесь, да, вот здесь тоже самое можно барашировать. И там, где у тебя барабан вылезает на следующий поперек, ты его можешь следующим движением загладить так. А все, что остается, слегка можно вибрушкой. В елку так делали, да? Соткой, понимаешь, в чем дело? Я понял, понял, смотри. С шестидесяткой ты даешь глубину, да, глубину бараша. Восьмидесяткой и соткой ты уже убираешь царапины, глубина у тебя не меняется. Но если у тебя вот такой сложный рисунок, как здесь, когда деталей мелких много, ты просто тупо в одном направлении проходить шестьдесят, восемьдесят, сто, все. И как Дима сказал, можно в принципе в конце поставить там сто пятидесятую сеточку, например. Царапины будут, но не уберешь. Нет, нет, а как ты ее уберешь? Если у тебя глубокий бараш был с шестидесятки, ты не уберешь. Давайте дальше поехали. Давайте покажем, как мы делаем углы. Значит, тоже немецкая машинка от того же производителя вот этого красненького для углов. Чем хороша? Я ее тестировал на террасе, мне понравилось. Здесь очень небольшой зазор. Здесь всего сантиметр остается вдоль, когда идешь. И всего где-то три сантиметра на подходе к торцу. Вот здесь я делаю, остается сантиметр. Вот так я делаю, остается три где-то. То есть уже почти до конца. Дальше можно, в принципе, делать или обычной корщеткой дорабатывать, либо вот эту вот зубы... Ну, гипотетически, да. Ну, сейчас вот. Да, сейчас вот Са сделает, посмотрим. Давай. 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 Держим. Угу. То есть вот получается, ребята, видно, да, кусочек... Сколько здесь? сантиметров 30 недоделанный, уже не развернуться. В основном вручную, есть третья машинка, правильно, она выглядит даже как бормашинка, мы сейчас ее покажем, мне она не понравилась. Так вот, если по-честному, она тоже немецкая, тоже от того же производителя, она нормально делает, но настолько медленно, что мне кажется, что я вручную дотру быстрее. А на дрель, когда ты поставишь насадку, у тебя опять получается сантиметровый, даже больше зазор, здесь как раз эффект в том, что ты вообще почти вплотную подходишь. Почти выдал. Она слабо производительная, я говорю, что поэтому я бы лучше дотер вот так. Да. Так вот. Вbus, что проб clubе. Итак. Я тебе прийму. Я тебя Cocову. Продолжение следует...